Митинг солидарности с Москвой в Оренбурге собрал около ста человек. Горожане вышли с плакатами в сквер имени Ленина. Его организовали оренбургские сторонники Алексея Навального. Рожденные при Владимире Путине уже рождают собственных детей. Это приводит к тому, что страна не может развиваться. Самый оптимальный способ – это менять власть через выборы. И вот этот самый оптимальный, хороший способ, который не дает возможности крови, его закрывает, его отбирает. Поэтому люди и выходят. На акции звучали лозунги «Один за всех и все за одного» – «Допускай» – «Свободу политическим заключенным». Большинству участников было от 20 до 30 лет. Сразу же после 3 августа акции в Москве Леонид Волков, руководитель сети штабов Навального, оставил послание, письмо, что следующая акция будет проведена по всей России, во всех городах, где есть штабы Навального. И появлялись сообщения в соцсетях. Конечно, это не только московская история. Это происходит по всей стране. У нас в области, в общем-то, то же самое сейчас с губернаторскими выборами происходит. Подобная акция прошла во многих городах России. В Иркутске акция прошла на площади труда. В ней участвовали около сотни человек. Пикеты также проходили в Кемерове, Красноярске, Омске, Казани, Екатеринбурге. В Уфе серия одиночных пикетов была организована у здания городского совета. Мне надоело вранье. Мне хочется, чтобы было все чисто и открыто. Мне довелось работать в Южной Корее. Я видела, как там люди выходят на протесты. И никто их не ограничивает. Напомним, первоисточником протестов стали волнения в столице. 10 августа митинг за свободные выборы, по данным организаторов, собрал 50 тысяч человек. По информации МВД, не более 20 тысяч. Эта акция стала самой массовой за последние 8 лет. Поводом стал отказ в регистрации на выборы в Мосгосдуму оппозиционных кандидатов. Люди собрали по 5 тысяч подписей в Москве. Их начинают говорить, что это мертвые души. Их не пускают. И как апофеоз всего этого, их взяли и еще и всех посадили. Руки прочь! Руки прочь! Руки прочь! Они мечтают загнать нас в рамки всю нашу жизнь. И дело уже не в Яшине, Гудкове, Соболе, других независимых кандидатах. Дело в каждом из нас. Если мы им позволим это, то они сожмут наше горло еще крепче. 17 августа в Москве планируется провести новую акцию протеста.